всем здравствуйте все-таки решил я записать очередной выпуск будни упортых ну потому что очень уж они активизировались эти ребята да и хотя сегодня день траура вот по погибшим в крокус сити холля я думаю не помешает итак начнем мы с канала красный поворот где гражданин крупенько по привычке бросился соответственно в атаку на коммунистов вот ну они там обсудили итоги выборов до итоги этой замечательной акции против всех вот которая с треском ухнула в никуда вот но мы видели как гражданин крупенько ходил там по избирательному участку и почему-то никого из соратников не встретил вот ну и соответственно вернулись к актуальной повесточки какая актуальная повесточка у красного поворота это сама пиар а самый пиар это ругать кпрв сколько уже раз ругали кпрф николая бондаренко зюганова всех остальных это вот любимое занятие понимать просто кпрф это все-таки более-менее раскрученный бренда вот и когда ты его ругаешь у тебя прибавляется соответственно ну там подписчиков лайков и донатиков как обычно да кстати рекомендую вам комменты под этим роликом там такое так замечательно что вот крупенько правду матку опять на нарезал да то есть всю правду сказал наконец-то вытащил гнил салу гнилосную сущность кпрф там буржуазной партии так далее там подобные ура красному повороту все дела понимаете и только парочка комментов что вы не задрались вообще одним и тем же заниматься вы не задрались одних и тех же людей нам тут разоблачать по сотому разу очень вам что заняться нечем что но тут признаки уже такого легкого сектанства да ну в принципе красный поворот вот именно на фоне этих выборов очень сильно как-то вот упоролся вот как-то очень была такая жестокая главное ну жесткая эмоциональная риторика по отношению ко всем оппонентам да то есть откровенно посылали тех кто как бы бы не был согласен с их позиции так далее и тому подобное что как бы был даже удивительная даже их сравнивал с александр ивановичем колпакиде помните на прошлых выборах вот то есть с плохой стороны себя ребят показали и тут уже возникают просто вопрос стоит ли их продолжать слушать но в принципе про красный поворот очень хорошо высказался роман оси но уже знаменитых посиделках у хосе на на дне рождения где был кроссовер мечты там проклятый семина проклятый батов проклятый юлин красивая девушка ирина и роман осин собрались значит били текилу ели сальсу там запивали пивом этим дурацким мексиканским не понимаю я легкого пива ну хотя бы мексике понятно там пить надо много там жарко а бедный хосе бегал вот им готовил все постоянно они там бухали значит морально разлагались семин спел песню группы кино темная ночь той самой группы которую он жесточайшим образом критиковал поэтому тоже показал свою гнилсную буржуазную сущность а вот короче всем рекомендую такой приятный разговор на кухне вот ну и вот в течение которого роман осин просто сказал что крупеньком как-то слишком эмоционально относится к определенным вещам а вот и несколько идеалистически иногда подходит ну собственно что и называется упоротым человек а дальше сейчас продолжим но это вот как раз воспоминания о колпакиде до том что он делал перед предыдущими выборами примерно то же самое что и красный поворот историческое фото паблик значит публикует фотку из 70-х годов там брюки клёш там пальтишко прикольные две бутылки водки значит и главное пакетов еще не было это ключевое надо плюнуть так как хорошо вот идет человек с двумя бутылками водки красиво одетый причесочка винтажная винтажная там и так далее надо найти какой-то минус пакетов не бог вот я часто часто кстати встречают аргумент про нет пакетов вот но на самом деле были авоськи например вот замечательная штука такая плетеная такая сеточка да вот ты мне положил эти две бутылки водки идешься спокойно домой несешь все смотрят завидуют а вот тем более что это обоська могла использоваться десятилетиями одна и та же а вот пакеты мать и вот я хожу магазин ну там не каждый день но раз пару дней до грубо говоря я практически каждый раз беру пакет потом я вот тем или иным образом выкидываю да вот пакеты значит у нас делаются из из нефти и газа понимаете на секундочку да то есть вот мы их выкидываем соответственно вот то есть мы выкидываем нашу нефти наш газ например но тут такой материальчик значит казахской ассоциации по управлению отходами они знают о чем говорят я на нет просто первое что я нашел вот на эту тему тут может быть что-то преувеличена да вот их сложно утилизировать эти пакеты сами они разлагаются очень медленно да вот каждую секунду в мире используется и выбрасывается 160 тысяч пластиковых пакетов вот эта цифра достигает почти пяти триллионов штук или трех триллионов тонн если мы соединим все пластиковые пакеты в мире вместе они обогнут земной шар 4200 раз а вот нефть уголь природный газ понимаете вот это вот все идет на пакеты вот на это количество до спрашивается а зачем это все я сейчас не буду читать там про то чем они вредны и так далее это нюанс а зачем все это если это можно заменить простой плетеной сеточкой которая прослужит вам десяток лет вот вместо этого вы тратите деньги покупаете эти пакеты потом вы их выкидывать они нам загаживают планету да то есть еще на них уходят ценные ресурсы которые очень дорого стоит а вот понимаете вот та же самая нет например да вот это топливо для нашего транспорта очень меньше нефти соответственно попадает в транспорт и чем больше в пакеты тем дороже бензин а вот а природный газ это например газ в наших домах да то есть соответственно чем больше газа в пакеты уходит меньше уходит там я не знаю в газопровод да вот тем дороже газ ну например понимаете почему пакеты так нужны и так важны в современном обществе потому что это замечательный бизнес как вы понимаете что это товар который покупают всегда и в чудовищных количествах которые я вот указал я дам ссылочку на эту статейку если захотите вот и все вот и и вот а боська вот это плетеная она этот бизнес разрушит в ссср бизнеса не было а вот и поэтому пакеты были нужны вот и есть замечательные вот этот вот издевательский прикол что в ссср стирали пакеты да люди экономили а вот экономили природу в первую очередь да зачем выбрасывать вот не а у нас сейчас вот сейчас вот сходит снег весна да у нас тут пол-два раз завалены этими пакеты просто они валяются на земле понимаете загаживают нам двор и все дела учитывая что у нас тут сборниками еще проблемы а вот чудовищно выглядит вот так что так пакетов не было это хорошо ребята из исторического фото но еще про мая плесецкую коммунизм хуже фашизма я жалею эту несчастную страну в которой никогда хорошо не жилось даже животных переделывать нельзя коммунисты все время старались сделать животных из людей а вот в результате превратили людей в рабов цементом системы был страх моя плесецкая все дела ну понимаете да то есть девушка еврейка чем такая породистая еврейка вот прям еврейка еврей а вот при фашизме вот девушка бы и висела на люстре или сидела бы в концлагере или в печке вот при проклятом коммунизме у нее репрессировали семью проклятые коммунисты я напомню как там было дело с репрессированием семьей ее папа михаил плесецкий был консулом значит сср на шпицбергене вот и управлял там каким-то рудно добывающим концерном ну или как это там называлось так а вот и был замечен в связях с троцкистами вот причем связи как бы подтверждены их даже родственники подтверждают его но ну естественно был осужден там каком-то из московских процессов по моему и расстреля вот значит родственники папы уже в наше время посмотрели его тела а вот им дали доступ они посмотрели его тела покачали головами подсокали языками сказать не за что вот и положили его обратно на секретное хранение что ни за что никто никому не рассказал никаких подробностей родственники не огласили на это уже само по себе интересно значит что касается мамы рахили про нее мы говорили да и про папу тоже мы говорили в ролике про лагерь алжир женскую колонию вот который сейчас у нас казахстане находится мама рахиль да как член семьи врага народа была туда сослана вот и соответственно просидела там по моему год а потом ее брат если я правильно помню подошел к своим знакомым из нквд но было много знакомых в нквд он был артист они его приглашали на творческие всякие вечера там на всякие вот посиделки и так далее тому подобное он был большой дружбе с нквд несмотря на расстрелянного родственника на сестру посаженную да а вот то есть он с нквд дружи он подошел и сказал ребят ну сделайте одолжение там сидела и по моему она всего просидела в этом алжире год после чего ее выпустили так вот девочка у нас получилось дочка врага народа а вот и что же с этой дочкой врага народа сделал проклятый коммунизм проклятый коммунизм сделал из нее самую знаменитую балерину в мире да я не знаю лучше не лучше тут как бы каждый судит сам вот но как бы это факт что проклятый коммунизм вместо того чтобы загнать его в концлагере заставить там класть шпалы да ну как обычно коммунисты делали с маленькими детьми мы знаем об этом очень много уже а вот из нее сделали лучше балерину в мире да она тоже как бы ногу приложила к этому делу это была трудолюбивая упорная девушка никто не с этим не спорит талантливые без сомнения в германии каких-нибудь тридцатых сороковых годов у нее бы вряд ли так бы сложилась карьера и потом еще по сети а помню ходили замечательные воспоминания мая плесецкой как они уже после войны уже там 60 и 70 и годы вот их трупа вылежала значит за границу чтобы купить себе модных шмоток доводили себя до изнеможения экономенной еде понимаете вот откуда вот это вот мещанство вот людей появилось вот ради шмоток доводить себя до истощения вот видимо что-то в ней такое всегда было это какие-то казусы воспитания или что-то такое ну естественно когда у нас тут ветер переменился коммунизм который сделал из нее все до дождь чем она стала да то есть одной из самых знаменитых женщин в мире кому угодно скажи моя плесецкая все пойму таком речь а вот то есть коммунизм стал хуже фашизм ну такая вот у нас интеллигенция но к сожалению это присуще большинству интеллигенции так сказать имманентное свойство то есть это прослойка она шатается всегда вслед за генеральной линией куда ветер дует туда интеллигенции ветер переменился интеллигенция в лице мая плесецкой переобулась в воздухе тем более что моя плесецкая это одна из немногих людей в мире кто может может быть реально был в состоянии осуществить эту операцию как бы переобуться в воздухе прыгала на мое почтение а вот еще одна интеллигенка вдова философа александра зиновьева раскритиковала чулпан хаматову сиси уди с колен пожалуйста ольга зиновьева в интервью называла чулпан хаматову хамкой за то что да не не сделала фото с владимиром путиным эти мерзавцы получая все блага от страны в душу плюют с тех пор до тех пор пока им не дадут по морде они не успокоятся значит но это на ихе москвы значит этот материал вышел ну я не знаю обвинять человека в том что он с кем-то там не сфотографировался зато чулпан хаматову снималось очень много с горбачем и даже спектакль про него сделал него а горбачёв он он же вернул ольге мироновне зиновьевой советское гражданство в свое время что ж она этого-то не ценит ольга мироновна замечательная вдова соответственно александра зиновьева известного философа диссидентка соответственно вот и высылали вместе с мужем из страны она работала в свое время на радио свобода мюнхен да то есть это либеральная диссидентка понимаете то есть на радио свободы работал это антисоветская диссидентка да сотрудник исследовательского отдела понимаете вот но в основном она была переводчица и секретарша она мне очень напоминает другую безудержную вдову нашу любимую вот жену александра исаевича служеницын та тоже секретарша была да ну и вот это вот я не нашел каких-то вот серьезных философских трудов за ее авторством то есть или каких-то таких работ всю дорогу она занималась тем что грубо говоря пиарила наследие мужа там вот и на его имени делала себе карьеру в партии единая россия дата то есть в мини в министерствах во всяких то есть это это секретарши чиновницы вот есть у нас профессия такая вдова известного писателя да вот как сын лейтенанта шмидт только показать не бьют вот потому что их не так много вот все таки у нас со знаменитыми писателями сейчас не очень вот этому и вдов мало вот а так вот да вот она занимается чисто пиаром именно творчество александра зиновьева я его сейчас даже обсуждать не буду само творчество да такая замечательная девушка вот и заодно всякие конгрессы соотечественников организует и так далее и тому подобное уже в качестве чиновника ну естественно чулпан хаматов звезда наши наши творческой интеллигенции и плюнула в душу когда соответственно покинула россию вот еще звездах нашей творческой интеллигенции максим кац вот расколол левой не левая оппозицию расколол имеется ввиду либеральную оппозицию потому что либеральная оппозиция на этих выборах она с одной стороны вот большая часть насколько я понимаю качал идею про голосование против всех порчу бюллетеней ну как красный поворот рудой вот это вот все то есть все то же самое да вот а некоторая часть вот предложила голосовать за даванкова вот йороса и соответственно за это выступил максим кац но в том что у максима каца это не далеко не первый раз когда он этим занимается я помню ходили такие легенды но не знаю насколько это насколько достоверная информация но когда я читал в свое время либеральные паблики рассказывали что максим кац его навальный взял в свое время руководителем своего избирательного штаба потому что газ был очень пробивной активный вот но как был не только пробивной активный он был еще ходок вот и он у навального отбил какую-то секретаршу из-за чего произошел эль шкандай очередной значит в либеральном движи и прямо накануне выборов по-моему это бы были выборы мэра москвы или что-то вроде этого вот оппозиция опять раскололась и опять из-за кац я не знаю насколько это правда в набальный насколько я понимаю уже тогда был женат но кому это когда мешало в конце концов так что кац у нас специалист по раскалыванию оппозиции ну и тем более сейчас это оппозиция она на голодном пайке вот соответственно у них достаточно ограниченная аудитория а донатики то нужны всем поэтому за нее надо бороться и поэтому надо колодца надо организовывать какие-то свои отдельные секты и так далее ой разборка жожиками это все есть на канале комменты закрыл закрыл большинство жожиков потер ну потому что там уже начали ну во первых у меня извините пожалуйста меня на канале сверху прям в шапке написано комменты с матом будут удаляться ну соответственно я много раз проговаривал что с хамством наездами и так далее тоже не обижайтесь ребят сами все злобные буратины если вы на нормальном языке разговаривать не умеете вот а второе ну там уже начались угрозы физического насилия даже типа за такое можно ответить и так далее и тому подобное мятежник джек тут продолжает да вот соответственно он отменяет у нас классовую повесточку говорит что это абстракции не не отвечая реально не отвечает реальным интересам народных масс а вот сейчас существует более насущный вопрос кто за то чтобы нас тут убивали в кафе концертных залах и на городских улицах а кто против а я бы спросил а кто довел до того что нас убивают соответственно в кафе концертных залах и на городских улицах чего это все началось началось это с развала ссср и перехода капиталистической формации нас тогда начали убивать в кафе концертных залах на городских улицах я не знаю сколько лет джеку может он не помнит как в 90-е валили людей из автоматов на улице взрывы гремели но что он не помнит чеченские войны может он не помнит какой нибудь беслан буденовск или норд-ост кто в этом всем виноват неужели какие-нибудь бандеровцы нет в этом виноваты капиталистические противоречия вот с чечнёй у нас была разборка да они хотели независимости и соответственно их буржуазия хотела себе ну то что собственности все всю промышленность чечни поднять под себя все финансовые потоки воевали за это в первую очередь но потом наш замечательный президент договорился с и буржуазией залил их деньгами заключил с ними мир подружился с рамзан охмадычем и все представляете нас перестали убивать в кафе а если бы мы с ними до сих пор воевали нас бы до сих пор бы убивали до сих пор бы извините тот чеченский террорист было бы пугалкой для детей а сейчас ничего такого нет сейчас это наши друзья вот а на украине вы нам предлагаете то есть продолжать но пока вы будете продолжать вот это будет продолжаться это в случае если украинцы в этом виноваты я не знаю там еще по моему никто никаких доказательств не представил только голословные заявления все может быть а вот и пока вы будете продолжать с ними воевать и вот так вот ставить вопрос что есть наши и не кстати я замечу что те кто торчат за границей и выслуживаются перед французским паном за будущую жизнь в европе на сарасяцкий грантах они за за то чтобы нас убивали кто вам это сказал мятежник джек спинки ященко во первых не все левые торчат извините меня за границы на французских грантах во вторых выступать за прекращение войны это не значит быть за то чтобы убивали это ровно наоборот мы ро и вот я ровно за то чтобы с украиной сделали так же как сделали это с чечнёй в свое время когда наш великий президент владимир владимирович путин решил этот вопрос мирно договорившись потому что если бы не тот договор война чеченская война продолжалась быть до сих пор там замечательного замечательное количество друзей на на востоке у чеченцев которые могли бы их потом поддерживать ну или не война или просто террористическая партизанская активность какая-нибудь там вот это вот вот поэтому эти вот все призывы давайте победим существует только наши и не наш это как раз разжигание и как раз это будет провоцировать и в будущем вот такие вещи как в случае случились в кроку сити холли и чтобы это закончил чтобы настали перестали убивать надо заключать мир как-нибудь я уж не знаю как это делать я не говорю что надо сдаваться надо договариваться войной такие вещи не решаются как-то уже говорил никакие террористы никогда не были побеждены войной всегда это было политическое решение а вот ну и последнее на сегодня армия защитников отечества я траковский иван александрович это человек который по моему даже хотел в президенты выдвигаться уже слышны крики провластных политологов певцов депутатов и прочих что не надо трогать мигрантов они хорошие надо понять и простить далее идет утверждение что ничего меняться в миграционной политике не будет мигранты могут спать спокойно запомните кавказ восток уважают только дух и силу все эти давайте простим забудем и дальше будем жить дружбе для них проявление слабости посыл продолжать точить ножи против русских и коренных народов россии слабых не уважают а из нашего народа лепить терпил простите это вот опять наезд на владимир владимирович который с чечнею все время договорился да пойдем по этому пути пожалеем и скоро мигранты должны покинуть россии как и все эти присосавшиеся к нашей родине но вы россияне ну тут вопрос во первых вот какой вот рамзан ахмадович наш любимый он как раз призвал быть толерантнее и избегать националистических проявлений а то он начнет с ними бороться говорил он это правда про уроженцев таджикистана не про чеченцев от не интересно он наш или не наш после этого то есть и вот эти вот ребята да а им сверху уважаемый человек это организация из офицеров националистов так так сказать им сверху человек уважаемый говорит уймитесь а вот но они продолжают надо выкинуть мигрантов из страны вот а у меня вопрос вот эти вот офицеры и офицеры все очень красивые очень большие патриоты которые ходят там и всем говорят что вот мы за россию за россию они на стройку пойдут работать за мелкий прайс или дворниками за двадцать тридцать тысяч они будут жить без соц гарантий значит без соответственно нормальных условий там по 10 человек в одной квартире и так далее и тому подобное будут они все это делать нет они даже если кто-нибудь сподобится пойти на работы которые сейчас выполняют мигранты потребуют себе и социальные гарантии нормальных нормальные оплаты чтобы нормально себе жизнь оплачивать а так как живут они все ну там в россии да то у них жизнь дороже чем у этих мигрантов да то есть но просто повседневная вот потому что не ну мигранты они обычно живут там колонии какой-нибудь да то есть они закупаются дешевыми продуктами да вот это вот все такое вот офицеры так жить не привыкли они очень дорого обойдутся соответственно на например нашим строительным подрядчиком и прочим компаниям которые используют труд мигрантов то есть цены в нашем например строительном бизнесе взлетят еще взлетят у нас и так недвижимость на вес золота она еще дороже станет вы представляете себе а если заменить значит всех мигрантов коммунальном хозяйстве дороже станет коммуналка например а если заменить всех мигрантов в сфере например доставки пиццы дороже станет пицца но они думают что офицеры будут соответственно доставлять пиццу соответственно если заменить мигрантов на офицеров значит у нас в россии до смысле трудовой силы до либо это ударит по карманам населения и беднейшей части населения в первую очередь а вот то есть либо это ударит по прибылим нашей крупной буржуазии и вот рамзан ахматыч от лица нашей крупной буржуазии он один из ее представителей самых колоритных говорит нашим офицерам которые не просчитывают немножко последствия своих вот это вот таких вот выступлений что ребята уймитесь но но мне вспоминается анекдот про попугая джона сильвера нервные люди закройте уши сейчас будет матерное слово значит идет джон сильвер у него на плече сидит попугай и орет пидорасы пидорасы да пиастры же пиастры пытается поправлять его сильвер но попугай не унимается вот тут тоже самое серьезные люди говорят уймитесь все будет как раньше это нам нужно капиталистам это нам нужно тем кто диктует вам тут жизнь мы правящий класс российская демократия сегодняшняя это наша диктатура мы будем делать как мы захотим а мы хотим получать деньги получать прибыль тем более что сейчас у нас тем более сложной экономической ситуации любой мигрант на без золота вообще вот а вы тут нам стрете в малину извините меня господа офицеры вот такой вот небольшой ролик опять на полчаса да шо ж такое я как раз болтаюсь не заткнуть вот ладно все таки я пожелаю хорошего вам настроения день траура но как бы жизнь продолжается что делать соболезнования родственникам друзьям знакомым погибших вот все будет нормально услышимся